В Сыктывкаре стартовал республиканский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 20 конкурсантов из 14 муниципалитетов Куми в течение четырех дней будут бороться за звание лучшего и возможность защищать честь региона на российском этапе. Елена Кононова пообщалась с педагогами. Подъем, спуск, преодоление препятствий, посиделки у костра, эдакий импровизированный поход. Перед членами жюри открытое занятие первого конкурсанта. Евгений Никитин троклассникам дает основы туризма. Сам педагог дополнительного образования из Усинска походами увлекается со школьной скамьей. Теперь свои навыки передают детям. Сегодня юные туристы путешествуют по району и готовятся к более серьезным маршрутам. Самое главное – быть в команде, конечно же, участвовать во всех мероприятиях и поддерживать друг друга. То есть туризм – это прежде всего дружба и взаимовыручка, а уже спортивная составляющая на втором месте, я думаю. Тем временем другие конкурсанты готовятся к своим выступлениям. Лилиана Ульнырова из Сыктывкара раскладывает реквизиты. Совершенно незнакомыми детьми ей предстоит поставить спектакль «Маска, я тебя знаю». Для участницы конкурса это дело привычное. Лилиана Викторовна руководит театральной студией «Созвездие», где юных артистов не только учат перевоплощаться в героев, в первую очередь им помогают раскрыть свой талант и поверить в себя. У нас на обычных уроках, публичных выступлений, очень много ребят, которые боятся выступать на публику. Это способствует успешному выступлению, способствует улучшению оценок, показать себя, продемонстрировать, как ты умеешь красиво разговаривать, как ты умеешь красиво себя подать. Среди участников педагоги дополнительного образования совершенно различных направлений – вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства, краеведения и других. Судьям предстоит оценить профессиональные и личные качества 20 конкурсантов. Столько прошло во второй этап. Конечно же, в первую очередь на его профессиональные умения, на умение общаться с детьми, на умение владеть современными методами и технологиями проведения учебных занятий, на умение общаться с коллегами, на личные качества каждого конкурсанта. Педагог дополнительного образования – уникальная профессия. Он должен уметь раскрыть талант ребенка, уметь зажечь его, увлечь, чтобы тот к нему пришел на занятия и второй, и третий раз. Что важно, именно кружки и секции часто помогают определиться детям с выбором будущей профессии. Значимость доп. образования, она определена приоритетом на федеральном уровне. В рамках нацпроекта образования у нас есть региональный проект «Успех каждого ребенка», где как раз развитие системы дополнительного образования во главе угла стоит. Мы создаем новые места для дополнительного образования. То есть это средства республиканского федерального бюджета, где происходит оснащение по современным направлениям доп. образования. Это создание новых инфраструктурных объектов, такие как кванториум, мобильный кванториум, IT-куб, дом научной коллаборации. Конкурсантов ждут четыре горячих дня. И это не только открытые занятия. Для участников приготовили новые испытания, решение педагогических кейсов, сложных ситуаций, возникающих во время работы. Например, отношение педагога к детям или как работать с родителями. Завершится конкурс с квантбояром на базе кванториума. Победитель получит преференции при аттестации на высшую или первую категории, а осенью будет защищать честь республики на всероссийском уровне. Елена Кононова, Олег Костромин, Телеканал Юрген. Субтитры создавал DimaTorzok